в этом доме платят за отопление 1496 а в этом в четыре раза больше в этом сезоне вообще астрономические тарифы 6200 откуда же берутся такие суммы нормально так ребята делают деньги эти золотые сережки стоят 5000 гривен а эти в три раза дешевле мы нашли хорошую точку я ваш клиент но почему такая разница в цене и как с помощью магнита отличить золото от фальшивки украинцам дешевле перезимовать в индии или в непале чем платить космические цифры за отопление но к примеру киевлянки за жилье площадью 88 квадратных метров пришла квитанция почти на 15 тысяч гривен а еще в абзац обратились жители дома которые по непонятным причинам платят в четыре раза больше чем их соседи из дома напротив как так получается решил разобраться саша джусупов ко мне обратились жильцы вот этого дома им приходят платежки по 6000 гривен за месяц за тепло буду разбираться за что и приходится столько платить до апартаментами тут не пахнет не понимаю за что нужно платить столько денег батареи батареи в принципе теплая но вот платежки за это тепло в отличие от батарей совсем не греют в этом сезоне вообще астрономические тарифы астрономические которые просто нереально заплатить за декабрь месяц нам шесть тысяч ну там 100 чем-то гривен у 6200 и это за 68 квадратных метров но что интересно в соседнем доме счета в четыре раза меньше эта бабуля за квартиру той же площадью платит 1496 гривен а квартира сколько метров сколько у вас метров я попросил виктора инженера по теплосетям разобраться как так может быть два дома они технически с точки зрения теплопотер но не сильно отличается более того этот дом судя по толщине стен он более холодный должен быть но потребляет почему-то тепла в два раза меньше да да на квадратный метр чем но тот дом который мы до этого смотрели то есть технически тут объяснение только одно что тот счетчик стоит на какие-то еще площади то есть теплосеть дома питает еще какие-то здания оплатят за все это жильцы за разъяснением идем киев-энерго мы пришли в обслуживающее предприятие хотим поговорить с ними и понять вообще как такое может происходить здравствуйте здравствуйте этот счетчик который у них стоит вы можете вот как инженер объяснить с логической точки зрения как показания в этом доме могут отличаться в двора в два раза от показаний в том доме он на адресе непосредственно сейчас на кирилловской 15 тоже разбирается с проблемными вопросами спешим на кирилловскую 15 и таки бинго действительно находим там начальника мы вот только что были у вас на предприятии мы не можем давать все вопросы при службе киев-энерго если у вас повышенные тарифы на тепло да просьба какая у нас есть центр обслугивания клиентов писать заявление туда и там все это дело рассматривают нам передают по почте да похоже тут очень заботятся о своих клиентах жители дома кстати уже пробовали писать письма первую жалобу мы написали это декабрь пятнадцатого года вот ответ 9 08 2016 года в течение десяти месяцев они нам ответили что все правильно согласно счетчика и все ну одним словом платежки правильные все отлично да у них все хорошо у них все хорошо я не собираюсь только ждать проверю как быстро удастся решить этот вопрос мне с телевизионными камерами ну раз киев энерго не идет на контакт отправляемся в киевраду ведь именно на ней лежат обязательства отстаивать права киевлян на бережной крещательской вот улице люди там ну год уже пытаются как-то бороться за свои права не пишут заявление причем все там ну жильцы этого дома вот никакой реакции не происходит это обновить установлено якщо вы мне точно скажете адресу мы наступного наступного тиждень вы ездите да установите причину и мы можем разум с вами заботоку инспекцию это тебе не 10 месяцев ждать отписку вот на следующей неделе и проверим за что же на самом деле выставляют такие счета в доме александра михалыча через четыре дня действительно возле проблемного дома целый консилиум представители жека киевэнерго и местной власти все вместе пробираемся в подвал проверять трубы и счетчик давайте спочатку замеряем температуру на будинок у нас приходит 63 градуса выходит 43 градуса полечильник визуально мы можем стежить что как бы все працюет напруга подано все провода в целесном состоянии счетчики трубы в порядке но почему же тогда такие счета александр михалыч а сколько там гигакалорий вам приходит 3 3 гигакалорий за 68 метров 68 метров 3 3 гигакалорий это нормальная цифра стоит это завышенная где-то в среднем по декабрю месяцу где-то 2 гигакалорий должно было до 1 гигакалорий здесь то есть это в три раза больше три с половиной раза киевэнерго пеняет на жек и жильцов мол сами же и транжирят свое тепло невозможно удержать тепло в данном доме то есть по сути дела половина дома на первом и на втором этаже они крайне холодные что создает отбор дополнительно тепла мы греем улицу второе у жильцов доходит гораздо меньше тепла чем поступило довольно большие витражи незакрытые окна это дополнительный уход тепла из подъезда жек свою очередь обвинение отметает и выдвигает новую версию энергоподача ага и найдет постройки а что это здесь трасса киево энерго и вот этот весь участок получается тепло здесь тоже уходит ну да она горячая она греет что греется за счет этих домов вот это тепло которое теряется здесь оно не учитывается на жильцов дома труба пришла к дому установили счетчик все что пришло до счетчик она не считается неплохая попытка жек но перекинуть вину на киево энерго не получилось у нас тут целое расследование куда одевается тепло есть три версии первое киево энерго утверждает что тепло пропадает из-за того что дом недостаточно утеплен жек обвиняет киево энерго что есть какие-то махинации в просчетах ну а жильцы предполагает что возможно здесь появился кто-то третий может быть их счетчик считает какой-то левый дом чтобы проверить нет ли дополнительных подключений к этому дому обследуем подвальные коммуникации зверху приходят стояки це зворотний трубопровод так який закольцованный по периметру будинку виходить в теплопункты и дэна педагогрив по теплостояки повертаются а вот здесь могут быть урезки где мы не видим от этого часть не санкционированных врезок в подъезде этого дома мы не обнаружили но оказывается счетчик этого дома считает еще и соседней поэтому пойдем посмотрим возможно врезки могут быть там да да на эти два дома всего один общий счетчик это предусмотрено по нормативам но тогда возможно ответ на вопрос куда теряется тепло находится именно во втором подвале что же показал счетчик в соседнем подвале смотрите уже через несколько минут работа веб-моделью за тысячу евро в месяц или репетитором английского зарплатой до трех тысяч долларов с дельфином и разговляют английскую чищу какие вакансии в интернете безопасны и прибыльны а за какую мутную работу вы можете сесть за решетку эти золотые сережки стоят 5000 гривен а эти в три раза дешевле мы нашли хорошую точку я ваш клиент но почему такая разница в цене и как с помощью магнита отличить золото от фальшивки жильцы столичного дома уже год пытаются разобраться почему им приходят платежки за тепло по 6000 гривен в то время как соседи из дома напротив платят в четыре раза меньше наш саша джусупов уже поднял на уши и жек и киевэнерго и даже киевсовет и что вы думаете он нашел все таки виновного и так кто оказался замешан в том что люди переплачивали за отопление у нас тут целое расследование куда девается тепло есть три версии первое киевэнерго утверждает что тепло пропадает из-за того что дом недостаточно утеплен жек обвиняет киевэнерго что есть какие-то махинации в просчетах ну а жильцы предполагает что возможно здесь появился кто-то третий может быть их счетчик считает какой-то левый дом чтобы проверить нет ли дополнительных подключений к этому дому обследуем подвальной коммуникации сверху приходят стояки цезворотный трубопровод так який закольцованный по периметру будинку выходит в теплопункте и дэна під игре по теплого стояки повертаются а вот здесь могут быть врезки где мы не видя вот этого часть глухая вот там не санкционированных врезок в подъезде этого дома мы не обнаружили но оказывается счетчик этого дома считает еще и соседней поэтому пойдем посмотрим возможно врезки могут быть там да да на эти два дома всего один общий счетчик это предусмотрено по нормативам но тогда возможно ответ на вопрос куда теряется тепло находится именно во втором подвале мы можем подвинуться приходят стояки так врезаются в загальну зворотный трубопровод який закольцованный по периметру всего будинку точно так же как в том подъезде так же самое как и в втором подъезде и повертается на пед игре в теплопункте посторонних подключений нет мы убедились но неожиданно обнаружили что на входе в этот дом температура просто аномально низкая если на первый дом тепло заходит в 63 градуса то до второго добирается почти в два раза меньше будет у нас получается дали стоит вид рамки управления и на него потрапляет меньше тепла потребно сболосу ватима будет система я думаю вам очевидно что в цьому будинку температура в квартирах неналежно и действительно люди правы прави в том что сплачивать невидимо за что в разе если не будет ответить мы будем вас притягивать до дисциплинарной ответственности плод до звольнения правтик жека нашли но и в документации киев-энерго ошибки тоже обнаружились мы проверили базы данных по нарахованию мы выявили что метражи какие указаны в цьему будинку с теми базами які нараховываются мешканцем не співпадали площадь будинка значно більше ніж та яку выставляют мешканцы выставили те що ну хтось інший спожив а на сколько отличаются по площади приблизно 450 метров то есть подозрения жителей дома что за их счета обогревают кого-то еще тоже оправдались да и кроме того показания счетчика киев-энерго снимала инкогнито а должны в присутствии жильцов третий момент дуже важливо что мы с сегодняшнего дня взяли цей лечильник під контроль будинку снимайте показания в присутности мешканця з моменту коли люди будут контролювати показники лечильника вот такие помилки припиняться ситуацию с этими старинными домами абзац будет держать на контроле но сумасшедшие платежки за тепло приходят и во многие новостройки украинский интернет просто взорвал новый флешмоб покажи свою платежку за тепло фото платежки вова выложил facebook из него же узнал это еще не предел все рекорды побил счет юрия забияки 9700 гривен откуда вдруг взялись такие заоблачные счета связано это с тем что в этом там по моему 100 квартирном доме 80 условно человек с квартирными счетчиками 40 без квартирных счетчиков из этих 80 квартирных счетчиков часть сдала показания а часть просто не сдала квартир 50 и в результате киевэнерго взял показания домового счетчика отминусовал вот тех 30 которые сдали показания квартир отминусовал остальное всю массу раскидал на всех остальных заново просто глупость несусветная раньше такие переплаты были не так существенны но после повышения тарифов и недельки холодов декабре счета возросли в разы спастись от них владимир решил установив индивидуальный счетчик вот за этой мощной дверью находится чудо счетчик новенький и сколько там натикало ну вот ноль ноль двести двадцать пять гига фалорий да две недели это две недели 0 2 да да а сколько по полки что показали 2 и 1 2 и 1 за месяц за месяц в пять раз больше да в счет плюсует еще и обогрев подъезда но не в пять же раз нормально так ребята делают деньги теперь владимир с интересом ждет новой платежки рассчитывает что она будет раза в четыре меньше а старую таки пересчитают ну да если вот ну я к примеру готов сколько за тепло платим 800 ну тысячу да квартира большая там 6 квадратных метров ну максимум но не три с половиной тысячи гривен а тем у кого нет возможности установить индивидуальные счетчики а платежки приходят необоснованно большие бывший министр жкх рекомендует не спешить платить в этой ситуации до той поры пока мы все с вами четко не выясним чего они нам намалювали если вас будут шантажировать какими-то там пениями штрафами или отбором имущества то заверяю вас все они скасованы постановой верховной рады еще в девяносто по моему девятом или двухтысячном году второе запомните для того чтобы начать говорить о том что у вас что-то отнимут сумма долга должна достичь 60 тысяч гривен так что не паникуйте и будьте ответственными потребителями интересуетесь сколько и за что вы платите и отстаивайте свои права журналисты абзаца стали зарубичанами они освоили 50 профессий и объездили 7 стран и уже с 20 февраля вы узнаете как без высшего образования и специальных навыков зарабатывать по 300 тысяч гривен в месяц это спецпроект абзаца зарубичаны внимание горячие вакансии очень жарко дегустатор портвейна ословет шоколадница лац 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 хурмист айтишник капитан частной яхты погнали зарплата в евро шекелях злотых и дихрама 15 50 профессий в семи странах мира которые подойдут каждому вся информация о вакансиях уже с 20 февраля в спецпроекте абзаца зарубичаны месяц назад копы в одессе разоблачили подпольный цех который делал подделки золотых изделий но наверняка часть этих фальшивок уже есть на прилавках ювелирных магазинов иначе чем можно объяснить что в одних торговых точках за 100 грамм золота просят 1200 гривен а в других почти на 500 меньше аня алицкая искала фальшивки в дорогом магазине настя кошман в мастерской арая тернавская и вовсе в маленькой лавочке и так где журналистки найдут качественное золото по адекватной цене а где им откажутся показывать документы на изделие и вовсе выгонят из магазина за легендой обресли подарунок на 14 лет и прямую саме сюда и зовсім не випадково я хочу себе сережки весулечки я у вас есть такие чтобы такие лепалися знают а вот я хочу золотых хочу и и хочу помирить их можно их помирить даю волю эмоциям это очень хорошие конечно пани то мою вухой не таки тягар могли бы витримать но если он золотый звісно але це ми ще з'ясуємо ювелирна майстерні не буду називати вам назвали ти номер золото 750 гривень 750 гривень за грам золота тоді як в інших магазинах щонайменше 1200 тепер зрозуміло чому я обрала саме цю крамницю заінтригував і ще один момент вони роблять ювелирні прикраси з золота з срібла і також мають чималий вибор бюджетерії таке поєднання мене трошки лякає тому що я звикла що якщо роблять ювелирні вироби це ювелирне вироби бюджетерія вона трошки окремо а тут взяли все поєднало та думати гадати марна справа треба поїхати і одразу все стане ясно але спочатку до юриста потрібно ж свої клієнтські права знати ви можете как самом магазине во время покупки потреба чтобы вам предоставили приборы которые у них пройшли поверку и вы можете взвешить сам само изделие а так же попросить документы подтверждающие качество подтверждающие стоимость товара спросить сколько гарантийный срок теперь можно братися до перевірки насамперед звірю вагу а у вас его ваги подивитеся можно да мы переверем таки легкосеньки навіть не відчувається ну щоб я была впевнена ну там бирочка трошки вавше 9 4 так вага збігається у будь-якому іншому магазині виріб з такою вагою коштував би мінімум на дві три тисячі дорожче а далі експерти радять перевірити пробу я правильно зрозуміла треба брати з собою збільшувальне скло і шукати український герб чого ви брати магазин вам предоставить ставиться по установленому порядку на разных ювелирних изделиях спеціальних местах а лісу вас увеличить клеймо таке як і повинно бути рівне чітке та воно ще не є абсолютною гарантією поділка пробираних клейм государственних пробираних клейм достатньо масово у нас на сьогоднішній день но для этого нужны спеціалісти спеціалісти і отдельно експертиза навіть якщо і підробка то дуже хороша шукає документальне підтвердження того що проба справжня а на продукцію повинні бути договір із пробірною службою і така от квитанція з описом та характеристиками клеймованих виробів та здається продавчиня просто робить вигляд що не знає усіх цих деталей так може просто документи у директора а жінка не зрозуміла що від неї хочуть але чому ціни такі привабливі мала б знати мій просто цікаво я чому у вас дешевше золото дивіться люди привозять золото зараз откуда везуть а я там знаю з Турції їм треба щось наложити свої проценти вони закладуть у нас фірма хто виробник у нас іде чиста ціна золота хочемо вони в банку беруть або ви приносите вес на вес і здаєте і платите за роботу як вам дорогше хочеться будь ласка та я сюди якраз і приїхала тому що ціна спокусила але переживаю дешевий сир буває тільки в мишеловці ну не може бути дешевле є ціна мирова на золото є определення стоїмость роботи значить якщо продають дешевле значить з'явна контрабанда там немає клімп і золота може там немає гарантія в тому що не перепродається скуплене а воровано якось панія була дуже переконлива сережки красиві все наче прекрасно єдине що дуже дивна ціна не знаю дивна ситуація треба розбиратися ще а як справи у вас дівчата я выбрала ювелирний магазин в очень людьмість на Нивках здесь как мне сказали золото і імпортне і отечественних производителей честно как то странноватый выглядит этот магазин немного похоже на какую-то забегало вкус бижутерией очень странный вокруг антураж я надеюсь там действительно золото а не какая-то бижутерия буду подбирать себе подвеску либо сережки если что-то понравится закажу мужу ко дню Святого Валентина а покажите мне вот это сердечко где вот посередине такое вырезанное интересно ой это какие-то такие блестящие да это просто фианиты да нет а что натуральные камни какие какой вас интересует я вам скажу зонат и топазы изделий тут на любой вкус глаза разбегаются а у вас есть лука я первый раз сама выбираю золото 580 герб есть кажется настоящая но кто его знает а есть у вас из пробирной службы какие-то документы а можете показать директора а у директора вот так вот документы оказались не на месте ань а что у тебя может хоть тебе удалось их увидеть чтобы проверить качество золота я отправляюсь в монобрендовый люксовый бутик ювелирных украшений там я буду себе покупать подарок сережки ко дню Святого Валентина о да ассортименте ки презентация изделий впечатляют а вот цены немного кусаются вроде очень даже неплохо но я не забываю зачем на самом деле сюда пришла на весах все сходится проба тоже есть а вот кажется и документы из пробирной палаты мне принесли вот это лицензия да это из санведом станции экспертиза а это не пробирная палата нет 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 а пробирная палата так что рая с документами и у меня сложновато да уж но я знаю как проверить золото и без них расскажите какие бывают виды подделок золота в основном подделки они делают из плавы в латуни по колеру оно подходит как золото цвет стоит проба да вполне похожи но легенькая нет не легенько по весу тоже самое оно подходит ну чтобы проверить действительно это золото есть реактивы на проба во первых когда мы будем опробовывать и бачите вот тут проба так значит робите подальше від проби потому что вот частина вот этой проби вырезается с нормального виробу и упавится сплав латуни будет так сказать запавится отполируется я в шоці то да и частина может быть золото а частина латуни да да но еще больше шокирует вот это сразу реакция да темное пятно потемнело да это же говорит про то что цены золото а еще это было бы золото вот мы берем уже золото капаем и держим до трех секунд почти ничего 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 не вымаку теперь я понимаю почему этот металл называют благородным никакие реактивы его не берут но может быть и такое ним реактив он тоже не буду реагировать и хотя это по золото берем же снимаем верхний слой по золоте капаем реактивы почти зеленый у меня реактивов нет зато есть простая альтернатива идет и вот нашатырный спирт это принципе действенные методы что-то очень просто может вы значит и шутя я кейс золото но вы значит и пробу не может да мне хоть бы определить золото ли это вообще а ну-ка попробую я знаю что можно йодом там или нашатырным спиртом чик чик и проверить но это вы уже дома в домашних условиях проверяете а у вас нельзя да нет конечно ни в одном магазине так мы не делаем в данном случае законодательством это запрещено к сожалению возможно вы нарушите какие-то качественные показатели товара или его внешний вид но если продавец разрешит то пожалуйста ну надо согласовать эти действия с продавцом договориться с продавцом мне не удалось а вам девочки псувати продукцию я не собираюсь а лэм запитаю раптом дозволять а можно я их на шотирьом патру я не читалася в интернеті что так можно проверить и золото не можно да так на все золото пробировано все наше мы на миссии тетки наши купите будь ласка туди применить три все до речи теж вариант согласно действующему законодательству ювелирные изделия возврату не подлежат при одном условии что если они качественные если в течение двух лет по вине производителя где-то обнаружилось то есть брак то вы даже через два года можете вернуть это кольцо если у вас остались документы чек данном случае или товарный чек а шо там о тебе аню знаете девочки прийти со своим йодом и нашатырем в такой роскошный магазин ну это как-то я выбрала метод получше качество моих сережек будет помогать мне оценивать эксперт максим у него вот такой вот интересный аппарат как он называет максим у меня в руках спектрометр он призначен для анализа ювелирных изделий драгоценных металлов для того чтобы можно было определить как пробу этого драгоценного металла так и полный состав изделия ну что ж попробую очень взяли с собой один прибор мы можем проверить с помощью прибора одного спектром трагер на полиция да нормально можно будет платить потому положим сервер очки да ну так просто я этот аппарат неделю искала а здесь такое впечатление что каждый с таким приходит жду затаив дыхание я конечно и не ожидала в таком дорогом магазине увидеть поделку но все равно приятненько найти спектрометр не так просто как на шатырь и йод но если покупка предстоит серьезная то лучше заморочиться и арендовать такой чудо прибор аню та це ж чудова идея от и я переверю чи може бути дешеве золото якісним мені теж допомагатиме максим цього разу ми взяли прилад який працює за цим же принципом але більш точный ничего за и не будет там ничем она не обучается золото а я не знала что проба виявляється це відсоток золота у вироби яка величезна приемність знайти таких якови с нормальными зерною еще и 585 чтобы ничего не брешет я задоволена мы знайшли хорошую точку я ваш клиент раю а який твій висновок ой да у меня не просто вывод а прям целая эпопея сначала я к своему несчастью поинтересовалась книгой жалоб в вашем магазине была куплена печатка после года эксплуатации на золотом изделии появились зелень колье потерт стерта такое бывает да что зеленеет это не при мне вообще было я такого не помню не помнит в магазине и многих других случаев браслет был одет на руку он разорвался я подошла к ювелирную который сказал что разрыв произошло по заводской вине просто вообще какой-то сумбур я не понимаю варила по телефону показательной форме просил покинуть магазин а здесь что каждая смена со своими изделиями приходит продолжают читать в то время как я рассматривала витрину охранник в грубой форме просил покинуть магазин и вдруг этому же охраннику сначала не понравилось что я фотографирую а потом он вообще обвинил меня в шпионаже сейчас предоставить я не знаю кому понимаете но это же криминал с вашей стороны серьезно конечно это наводка вы будете фотографии этого так так любой человек может любой человек может зайти в этот магазин такую же наводку вот придут бандиты и без меня когда бандиты придут и какая разница но чтобы не получилось как в этом отзыве я ушла сама честно вот эти вот кульки вокруг такой интерьер он очень отображает ярко вот этот вот магазин и эту ювелирную лавочку потому что явно женщина постоянно нервничала ее застали врасплох мои вопросы видно что здесь люди которые покупают они наверное не задают этих вопросов но я так быстро не сдаюсь через день возвращаюсь со знакомым при этом вооружаюсь магнитом ведь с его помощью так же можно определить подделку перстень это сделано не по тех требований потому что вот тут должна быть пустота что делают заливают свинец и запаяют пластинкой и получается вагиша плюс грамм 3-4 ваги олова или свинца ужас цепочка прекрасна золота реакция все нормально а оказывается она подделка я кузнаты очень просто вот за золото бачки магнит бире не не берет не набирает одевите цепочку последнее время появилось таких вырубив яки в середине проволока с помощью магнита вы можете проверить наличие дешевых металлов в ваших будущих украшениях такой проверкой вы не повредите изделие поэтому смело можете брать его с собой в любой магазин да вот только переступить порог магазина удалось лишь моему знакомому меня охранник во второй раз решил не пускать вообще и вот так ни с того ни с сего а вон я вижу женщина что-то покупает почему тогда мне нельзя сказать что я в шоке это ничего не сказать здесь не то что проверить нельзя здесь даже спрашивать непозволительно либо покупаешь кота в мешке либо убирайся отсюда у меня конечно нет оснований утверждать что в этой ювелирной лавочке продают не золото но есть все основания это предполагать та навыть як что вы уже натрапили на неякісную ювелирку не варто складати руки если так произошло что вы видите что золото нечисто и у вас есть какие-то основания вы можете в письменном виде потребовать чтобы они провели экспертизу за свой счет а я не собираюсь оставаться без подарка ко дню святого валентина знаю место где найдется все в украине около тысячи организаций легально предлагают работу за границей это данные всеукраинской ассоциации компаний по международному трудоустройству а вот если ввести в интернет поиски работа за рубежом выскакивает 770 тысяч ссылок причем шарашкины конторы заманивают народ высокими зарплатами но что действительно скрывается за вакансиями работа веб-моделью с иностранцами или допустим персональный гид секретное расследование провела надя рогозина ну когда вы начинаете работать когда вы работаете ну было абсолютно все равно вы их за людей не считаете бывает и деш соби на спевбеседу на целком пристойную работу а там таке но если все вакансии мают межу пристойности в интернеті купа таких из подозрилок хорошими умовами без досвіду роботи пропонують заробляти кілька тисяч доларів на місяць ось одна з них поки все виглядає цілком пристойно робота зі знанням англійською обіцяють 1300 доларів на місяць в якості ілюстрацій дівчата за аквалангами з дельфінами розмовляти англійською чи що зараз ясую звучить непогано тебе навчать а потім ще й відправлять працювати за кордон і ще й дадуть хорошу зарплату в чому ж тут підвох гроші чималі тому прошу свою колегу марію зі львова навідатися в офіс фірма знаходиться у бізнес-центрі на столах дорога техніка вакансії до сайт чотири країн світу і вакансії я зараз вам покажу більше ніж 32 тисячі зараз така гарантія що вони мене приймуть може вони мене відшиють складаємо якісь договір у нас немає типу це є танецьке законодавство і ми тобі починяємося канадському законодавству а не українському ми розкладаємо тому що підрешаємо всі канаду вони по своїх правилах діють і сприймають що і варто було довести гроші заплатили а чи отримаєш роботу чи ні жодних гарантій і що це взагалі за база вакансій Андрій рік тому остаточно покинув престижну роботу на телебаченні щоб займатися репетиторством і нічого не знає про ці бази база я думаю що ти пам'ятаєш що колись були також також люди які пропонували великі бази квартир для тих хто хотів зняти квартиру і такі бази можливо існують але вони абсолютно точно застарілі і 35 тисяч вакансій одночасно існувати не можуть Тобто в принципі в професійній спільноті не говорять про існування таких баз Ні це якось дивно Студенти по всьому світу але їхати нікуди не треба Є багато сайтів які позиціонують себе як посередники між подачами і студентами Вони беруть якусь невеличку комісію і дозволяють тобі створити профайл записати відео звернення для твоїх студентів і студенти шукають тебе Це працює як будь-який посередник іноземців можна знайти в інтернеті які готові платити 10-15 доларів Якщо в тебе кваліфікація висока і в тебе багато досвіду то іноді і 35 доларів І це за годину роботи і при тому що він взагалі не виходить для цього з дому Андрій навчає своїх студентів по скайпу спробує застосувати всі ці поради на собі Ось один із сайтів про який мені розповідав Андрій Реєструю тут свій профіль Зазначаю що можу викладати англійську, українську і російську По ідеї повідомлення про те що в мене з'явився учень повинно прийти мені на електронку Тож знову чекати Тим часом перевірю іншу пропозицію Шукають веб-моделей Поки геть неясно що це за робота Але обіцяють 20 євро на годину За посиланням сайт Жодних контактів Пропонують лише залишити мій номер телефону і мою електронну адресу Що я і зроблю Але як не дивно мені так ніхто не подзвонив Натомість за щасливим збігом обставам Самі написали в соцмережах мої колезі Вірі з Одеси По адресу, куди мене пригласили Обичний жилой дом В квартире на шестому этаже Меня встретила приятного вида девушка Лето так двадцати трех Ви приходите сюда на офис Правда, ми меняємо квартиру В ближайшого часу Ви сидите на компьютерах С камерами Вас видно Это не только печатный чат Это і видеочат І ви общаєтесь с іностранцями На сайтах, які ми вам даємо Ви общаєтесь с ним Переписуєтесь, заинтересовуєтесь Играйте с ними в любовь Ну, підтримуєтесь і так далі і тому подобне І що ж це за тому подобне? Пытаюсь раскрутити її на прямі відповіді А, т.е. там є якісь якісь Ви може якісь мені зробити Задання Обично просять, ну, там, не знаю Клічо і так роздіться Ви красива, ви не нравитесь Ви він, конечно ж, хоче вважати щось Це інтересне І я не скрываю, що там є такі мужчини Котори можуть попросити щось зробити Таке, що у вас глаза на нього поліли Але це не говорить о тому, що ви должны це робити І соглашатися Да, девушка явно с опытом Ні на один вопрос не хоче відповідати прямо Тільки общі фрази Нельзя їм хамити Вони, вони можуть самі хамити Знаєте, ну, як в інтернете Троллим відбувається Вони заходять, вони хочуть вас оскорбити А есть какие-то ще приспособлені? Ну раз извращенцы там, не знаю Кто-то использует игрушки Кто-то их не использует То есть целенаправленно У меня есть там шарики На сайтах, да, по ту сторону экрана Там все, кто угодно может находиться Больной, сумасшедший шизофреник Просто извращенец Или просто мужик Который включить внимание Бывают такие, которые могут сумасшедшую суму Ну и сколько же за это дело платят? Я когда пришла сюда, в первый месяц заработала 10 тысяч гривень Почему? Потому что мне только спустя полмесяца Мне дали нормальный сайт А во второй месяц я уже заработала 22 где-то тысячи гривень Но что меня больше всего удивило, так это контингент сотрудниц У меня здесь работают Работали две беременные девочки У меня здесь работают замуженные девушки У меня здесь даже девственницы работают Интересно, в курсе ли мужья? В общем, на этой оптимистичной ноте я оттуда сбежала И возвращаться совсем не хочу И я б текла В закону Украины про захист суспільной морали Те, что описала девчина на співбеседе, має чітке визначення Порнография – вульгарно натуралістична, цинічна, непристойна фіксація статевих актів Самоцільна спеціальна демонстрація геніталій Виходить, девчата, які цим займаються, можуть потрапити під суд Якщо цим займається конкретно девчина, то вона ж займається цим не одна Хтось це лобиює, хтось це знімає, це група осіб Таким чином санкція статті вже буде передбачати до семи років позбавлення болі для кожної сторони Тобто для кожної особи Таким чином уся ця група людей може опасти до в'язниці на сім років А ось ще одне оголошення, де обіцяють золоті гори Відвідуй ресторани, театри та розважайся і заробляй за це тисячу доларів на місяць Я зателефонувала і одразу ж домовилася про зустріч Під бесіду мені призначили в кафе і це мене трохи насторожує Виходить, що в них не йти має офісу Мене зустріла дівчина років 25 і пропонує мені роботу персональним гідом для іноземців Ви зустрічаєте його в аеропорту, селите його, знайомите там з містом Ведете екскурсію 4 години, відведете його на поїсти Ну а будь-які місця, ті що мені подобаються У нас є ресторани друзі, ми надаємо список ресторанів, які ви маєте піти Ми радимо екскурсоводам нашим братися в чай, каву, воду Якщо клієнт хоче вас пригостити, то маєте право не списатися Ого, здається запахло смаженим, вже мені треба з кимось вечеряти Не буває так, що вони там чіпляються у дівчатку, може якісь... По-перше, ми пояснюємо на сайті у нас, що це не є секс-спорт Більше того, якщо ми дізнаємність, що наш гід починає тісно співпрацювати з клієнтом То ми припиняємо співпрацю з ним і прощаємося назавжди А скільки приблизно можна заробити? Ну, дивіться, 4 години 20 євро, якщо вас на цілий день не беруть, то 35 євро Це вже радує. Мені навіть призначили пробну зустріч на завтра Мій перший клієнт вже поселився, тому попросив забрати його вдома Мені це не дуже подобається, але все ж кортить заробити Так, ну, я прибула за адресою, будинок в самому центрі Зараз будуть дзвонити Передумав чи що? Буду телефонувати Ало, Ісмаїл, це Надя, я внизу, чекаю на вас Сьогодні дуже-дуже холодно, я сподіваюся, що ви не захочете гуляти дуже довго І ми щоденько пробіжимося і підемо десь гідитися А ось і мій клієнт На маніяка наче не схожий Вже добре, повела його гуляти центром Зараз ми йдемо на Михайлівську площу, тут розташований Михайлівський монастир Він, до речі, входить в десятку найкрасивіших монастирів світу Скажу чесно, коли ходиш, то не дуже вже й холодно Мені трапився цікавий співрозмовник Так сам бізнесмен з Туреччини тут живе вже два тижні А познайомитися з містом все ніколи Ось і вирішив скористатися послугами агенції Виявилося, заплатив за все 65 євро А мені пообіцяли всього 20 Тож, уже майже 4 години пройшло Я буду закінчувати екскурсію Дякую Ого, навіть чайві отримала Мої удав мені чайві Я так розробилась, що я навіть не глянула Скільки там О, 500 гривень Ну, не дарма мерзла Я ще отримую 20 гонорару офіційного І виходить, навіть дуже пристойно за 4 години роботи Ну, і власне я приємно провела час Перевірю, що там на сайті з репетиторством Ого, тут щось є У мене є учень, ура, ура У мене є учень Це чоловік з Німеччини Він хоче вивчати українську Тому що переїжджає сюди по роботі Так як у мене немає досвіду роботи Він пропонує мені 8 доларів за годину Ну, що, по-моєму, дуже навіть непогано Тепер платіжки за компослуги Вже не виглядають такими страшними Хоча золотими горами, звісно, теж не пахне В результаті мою перевірку Пройшла лише одна з вакансій Робота гідом Я заробила 600 гривень гонорару І ще 500 чайових Робота репетитора змови теж непогана Але знайти її можна і самому Без платних вакансій А ось веб-моделі, як з'ясувалося, взагалі незаконні Можна і до в'язниці загріміти Дякую! 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 Дякую!